Возможно, меня найдут мертвым из-за этого. Покончил с собой. Да, это убийство. То убийство, то не убийство. Вот такой вот получился цинизм. Бойлэз Диэс, меня зовут Татя, и я рассказываю о переезде в Аргентину и о жизни там коротко и по делу. Вместе со своей командой Гаулатина я помогаю людям эмигрировать в Аргентину и получить там гражданство. Всю необходимую информацию вы найдете на моем сайте, ссылка есть в описании к этому видео. Я уже снимала не одно видео по поводу преступности в Аргентине. Как ни крути, а криминал – это неотъемлемая часть аргентинской жизни. Сегодня я расскажу не о типичном преступлении, типа карманной кражи, разбой на улице. Речь пойдет о леденящем душеполитическом детективе. Дело Альберто Нисмана. Это, пожалуй, самое известное преступление, произошедшее в Аргентине за последние годы. 18 января 2015 года в Буэнос-Аресе в собственном доме был обнаружен мертвым федеральный прокурор Альберто Нисман. Ему был 51 год. У него остались жена и две дочки, семьи и 15 лет. Сразу скажу, что в Аргентине федеральный прокурор – это выборная должность. То есть такое дело просто не может быть политическим. Официальная версия, которую озвучили власти, заключалась в том, что Нисман покончил с собой. Рядом с телом был обнаружен пистолет. И вроде бы все логично, только вот за день до трагедии аргентинская газета «Кларин» опубликовала такие слова прокурора. «Возможно, меня найдут мертвым из-за этого». Так из-за чего же 19 января, если бы накануне его не убили? Нисман должен был выступить с важным докладом на заседании парламента. Он расслевывал дело о взрыве в еврейском культурном центре в Буэнос-Аресе в 1994 году. В результате теракта погибло 85 человек, и более 300 были ранены. Виновниками признали запрещенную организацию Хезбола, а следы преступления ввели в Иран. Причем самые высокие государственные кабинеты этой страны. Нисман занимался этим делом еще в середине 2000-х. В 2006-м группа следователей под его руководством опубликовала доклад, в котором обвиняла в теракте иранские власти. Еще тогда Нисман требовал ареста бывшего иранского президента Рафсанджани и еще семи подозреваемых. Затем он выяснил, что Кристина Киршнер, а также министр иностранных дел Эктор Тэмэран, еще несколько чиновников покрывали иранское правительство. Более того, в 2013 году Киршнер и президент Ирана Мохмуд подписали договор о совместном расследовании взрыва, по которому аргентинский лидер обратился в Интерпол с просьбой прекратить розыск иранских граждан, подозреваемых в преступлении. А за это Иран расплатился с Аргентиной нефтью. Вот такой получился цинизм. Прокурор нумеровался потребовать официально допросить Киршнера и Тимирана по делу и наложить арест на их имущество. Однако его планы не осуществились. После гибели прокурору власть была уверена, что потушить информационный пожар будет легко. Ведь с января по середину марта в Аргентине очень жарко и люди предпочитают уехать к морю. В целом меньше следят за новостями. Но, несмотря на это, убийство широко обсуждалось. В официальную версию почти никто не верил. О деле Нисмина заговорили за рубежом в Израиле, в США, в европейских странах. Тогда Кристина Киршнер внезапно изменила тактику и сказала, мол, да, это убийство. В истеричном тоне она доказывала журналистам, что это сделали враги ее правительства, чтобы испортить ее репутацию. Имен врагов Кристина не сказала, только напустила туманом, мол, это все нацпредатели и заговорщики. Якобы эти злодеи хотят раскачать под ней кресло и посадить в него американскую марионетку. Аргентинцы не особо поверили Кристининым словам. Независимо от убийства Нисмана, ее популярность падала. А вот налоги в стране росли и ВВП сосокращался. Хождение доллара было неограничено, количество бедных увеличивалось. Преступление, которое было выгодно Кристине, стало для многих аргентинцев последней каплей. И они вышли на улицы. Первый марш протеста, который они провели в Буэнос-Айресе, прошел 20 января 2015 года, через два дня после убийства Нисмана. Против Киршнера выступило несколько десятков тысяч человек. В руках у людей были плакаты «Убийца Кристина, убирайся, мы хотим правосудия». Подконтрольные президенту СМИ пытались максимально очернить протестующих. Также они убеждали людей, что Киршнеру было совсем невыгодно убивать федерального прокурора. Мол, ничего нового он бы не сказал, да и вообще у него якобы не было неоспоримых доказательств ее вины. Разумеется, Кристина не признавала и не признает, что действовала в интересах Ирана. Кроме того, с экранов государственного ТВ Киршнер заговорил о том, что проведет фундаментальную реформу госуправления. Но в основном она продолжала из каждого утюга вещать, что ее пытаются свергнуть враги и не нужно поддаваться на провокации. Однако Аргентина все же демократическая страна. Оппозиция там не задушена. И 18 февраля, ровно через месяц после убийства Низмана, только в одном Буэнос-Аресе на улицу уже вышло 400 тысяч человек. Масштабные акции прошли по всей стране. Этот протест был поистине общенациональным. Кстати, интересно, что в этих протестах особую роль играли судьи. Суд в Аргентине независимый и политическое убийство прокурора очень всколыхнуло судейское сообщество. И они также вышли на протест. Маленькая деталь. Жена Низмана была федеральным судьей. Президента страшно возмутило, что судьи продемонстрировали такое неуважение. И она потребовала ограничить их профессиональной деятельности. Так как в ее картине мира они стали ненадежными. Но ей пришлось просто повозмущаться. Все, кто хотел высказать свое несогласие с государственной политикой тогда, это сделали. В ответ Кристина решила 1 марта вывезти на улицы своих людей. Но после мощных протестов против президента, акция в ее защиту выглядела по меньшей мере бледновато. В общем, неизвестно, пришел ли туда хоть кто-нибудь добровольно. На площади автобусами свозили членов молодежных организаций Ланкомпора. Ее возглавлял сын Кристина. И Калина. Только не смейтесь, ей управлял заловка президента по имени Алиси. Она, кстати, по совпадению занимала еще и пост министра социального развития. Также на марш в поддержку президента привезли членов ультралевых группировок. Хотя лозунги на митинге звучали, в том числе и наоборот, ультраправые. Чего стоит тот факт, что кто-то нес плакат, где покойному прокурору нарисовали усики Гитлера. Кто-то крикивал антисемистические призывы. Оппозиция тоже продолжала свою деятельность. Были предложения объявить Киршнер импичмент. Главный оппонент президента, мэр столицы Маурисио Макри, много говорил о том, что с подачи Киршнера уничтожаются государственные институты. Предлагал различные реформы. И забегая вперед, скажу, что ему удалось победить на президентских выборах в конце 2015 года. Однако еще за полгода до этого в мае суд закрыл дело против Кристины Киршнера, не найдя доказательств того, что она участвовала в заговоре в интересах Ирана. Позже, в 2017 году, Кристину вновь пытались обвинить по этому делу в госизмене и отправить под стражу. Но затем изменили на формулировку злоупотребления властью. И это дело так и не сдвинулось с мертвой точки. А в 2019 году Кристина вернулась во власть, ставь вице-президентом страны. А что же с расследованием убийства прокурора Альберто Нисмана? Имена его убийц до сих пор не названы. Однако в 2017 году было официально сформулировано, что суицида не было и что прокурора убили. При этом нынешний президент Альберто Фернандес успел несколько раз переобуться по этому поводу. То убийство, то не убийство, потом опять убийство. Между тем, еще до убийства Нисмана в 2014 году посол Израиля в Аргентине Ицках Аверан говорил, что аргентинские власти очень мало сделали для расследования теракта в еврейском центре. По его словам, основную работу проделала израильская разведка. И причастных взрывов в основном уже нет в живых. В Аргентине как о жутком теракте, так и о возмутительном убийстве прокурора продолжают помнить. В пятую годовщину гибели Нисмана сотни тысяч человек вышли на улицы страны с требованием адекватного расследования и наказания виновных. Вот такая вот история у меня получилась. Делайте выводы сами. Если вас заинтересовала система сегодняшнего видео, рекомендую посмотреть документальный фильм от Netflix. Он называется «Прокурор, президент и шпион». Фильм не навязывает ни одну точку зрения и дает высказаться всем. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка тоже есть в описании к этому видео. Там есть много полезной информации. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Чао-чао. До следующих видео.